всем доброе утро тут уже гуляем чарли тут машины так паркуются вот они уезжают вот а там как они это делают я удивляюсь а здесь кто-то посидел и оставил ключики кто-то ключи потерял он там лежали в уголке я специально туда положила чтобы вдруг найдутся или будут искать ну чтобы виднее был то нас барчик я ни разу открытым не видел потому что открывается только по ночам таверна поэтому по ночам меня здесь уже нету все у нас тут все украшивают уже к страстной неделе вы не думайте что ветра нет ветер есть просто среди домов есть никогда ветра не бывает ну как бывает конечно взгляд куда подует и какой силы но дома я когда выходила прям до ветер был замучил этот ветер если бы не он был бы так хорошо на улице вот так вот как сейчас мухи тут летают стресс сколько сейчас прогульнемся как всегда кружочек дадим и работку работать мы уже дома с чарли делаю макарошки это у меня сосиски тут на кокосовом масле разогревается макарошки туда добавлю и потом вот это натуральные томаты и будет вкуснятина и доем макрошку немножко и осталось хотела салат сделать потом вспомнила что надо доесть не иначе пропадет а я не люблю когда у меня пропадает кидаю надо выбрасывать поэтому стараюсь все доедать а что делать вещи кое-какие разобрала опять эти зимние летние боже когда это все закончится то уже мы начнем майки одевать и все это закончится когда сложим все зимние достанем все летние не надо это доставать ненавижу этот период для вот замены обмена полила цветочки обрезала ну как обрезала никогда гуля давала вот эти цветы на просто сказала их вот так вот отрывать и все вот ну вот то есть с этой стороны мне они как бы не нужны это кстати наши соседи которые у них на нашем этаже живут они как цыгане такие горластые и вот дети у них все время летом играют на лестничной площадке около лифта мята вся опала но она у меня ничего держится боже как она пахнет мне ее срезать жалко пускай растет чё она растет она еще нормально чую и вот об срезала эти цветочки обрезал ну как оторвалась и все пускай не туда растут достала платья свои кое-какие такие весенне летние не совсем еще летние рука в три четверти вот но и не совсем зимние в общем вот этот полила я не знаю что с ним и как он ну стоит что стоишь качаясь бутылки налила воды я добавляю удобрений сейчас вот такое вот вот чем мы и занимаемся сейчас но не сейчас а 8 часов пойдем кстати тепло на улице не холодно и ветер не особо больше сильный потому что вот открыла балкон и прям нормально целое ведро цветов сок себе выжила уже выпила у меня на полник всегда сок идет апельсиновое с добавлением граната ну что ты тут сидишь у меня у мужа сегодня представляете ехал ну домой вот и колесо проколол и вот он даже домой не приехал обедать там не просто его пора проколол она его там все так как он не обратил внимание что оно проколото он на нем ехал и в общем колесо в дребезги но так как у нас он себе машину взял такую же какая была у него поэтому четыре колеса у нас есть в замене там на той старой машине были вообще новые колеса моих по моему год назад покупали и как раз машина сломалась он думал что они к моей машине подойдут и когда вот мне пришло время менять колеса посмотрел и ну кто там по колесам и говорят нет они не подходят ну к его машине точно подойдут потому что он себе выбрал один в один машину он ее искал ой чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакала смотрю сериал невский я уже все сериалы как говорится не знаю какой мне смотреть невский смотрю детектив вот и что-то знаете как сидишь сидишь день длинный вообще посмотришь так пол серии что-нибудь охота делать встанешь вещи разбирать а вещи разбирать это вообще пипец то ли холодно то ли тепло то ли свитер убрать то ли не убрать в общем не знаю но я уже убрала почти все свитера мне не волнует будет холодно или холодно свитеров у меня уже никаких нету я всю на погоду смотрю погода вроде бы обещает быть нормальная ну ветер видите у нас тут 20 23 передают даже представляете на субботу а у нас наша пасха 28 то есть еще две недели в это воскресенье будет вербное воскресенье по испанскому а в следующее воскресенье наши а у них уже начнутся все эти процессы процессионы шествия насколько что запланировано это воскресенье так что подписываемся друзья чтобы не попут не пропустить будем ну как отмечать отмечать я бы не сказала что отмечать вроде бы пост идет да и как-то не очень хочется веселиться нет такого особого настроения просто соберемся в общем увидите не теряйтесь буду смотреть еще пол серии потом еще чего-нибудь надумаю чтобы сделать а я простила я простила его опять 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 как намаялась я с тобой моя попытка номер пять у меня будет попытка номер два вышла сегодня попозже надеюсь что сегодня мне удастся таблетку купить и документы взять сегодня я уже не так укулючилась как вчера вчера мне тоже было жарко но дело в том что как вы все знаете я люблю в пижамах ходить а дело пижаму сверху просто над накинула ветровку и шла парилась так как ветровку не могла расстегнуть у меня там пижама была но сегодня я решила одеть на одет одеться прилично и выглядеть симпатично сегодня вроде как ветер утих не такой сильный есть конечно порыва но не так уже хоть какое-то как говорится настроение весеннее появляется а то прям вообще как-то грустно ну как намаялась я с тобой моя попытка номер пять там у нас церковь видите красивая кстати церковь там чё она звонит всем беременна верны поэтому звонит и сразу на улице народу много ребятишки гуляют собачек но кстати в этом парке запрещено с собаками но всем на это глубоко наплевать я вообще не понимаю почему с собаками нельзя вроде бы как парк да ну конечно есть такие люди свиньи что с собой какашки не убирают но все таки за детьми знаете остается не меньше мусора точнее за родителями которые не убирают за своими детьми яд семечек и всякие пакеты ничего только нету тому девушка лежит там не только девушки много всех всех лежит начали мой любит голубей гонять а эти голуби прям рядом с ней пойдем обойдем вот тут значит а то как на нее налезет запрыгнет и будет мне проблема у осени хорошо прям на улице гулять что сегодня идут дела лучше таблетку купила 340 стоит 3 евро 40 концертов таблеточку сейчас приду ему дам каждые три месяца даю ему таблетку чтобы не было каких листов никаких там фигни в общем ну вы поняли а теперь бухгалтер вы не поверите но я опять жду блин сейчас позвоню ему на смотрите уже готовят все страстной недели видите красиво как будет здесь поставят трибуны платные места будут здесь вот по где машина сейчас едет будет проходить вся эта процессия или процессион как он там а вот здесь будут платные сиденья вот там будет сцена где машин за машиной белой и там будет сидеть мэр города и всякие чиновники и будут короче оценивать все это шествие скажем так в это воскресенье тоже уже будет первое шествие так как воскресенье вербное вербное домингу de ramos и уже начнется везде такая движуха короче блин а я жду сейчас позвоню спрашиваю чуть-чуть я буду ждать то без ну что он вовсе не придет в общем позвонила сказал чтобы я походила под по магазинам он восемь приедет но мне осталось 20 минут ждать то есть через 20 минут приедет ну ладно похожу по магазинам раз уж послал так чушь теперь делать значит он не немного налогов насчитал раз меня по магазинам послал чтобы я выбрала что-нибудь наверное ой не могу смотрите тут что-то прям красивое будет видите как красиво какой-то я что-то такое не помню чтобы ставили в общем будет симпатично я вам все обязательно подкажу вот на следующей неделе схожу на парочку их конечно она будет каждый день кроме пятницы пятница это когда ну когда уже иисуса раз как это по-русски сказать в общем он уже умирать будет да и в пятницу все закрыто следующую ну да понятно что в следующую и никакого процессиона не будет так у нас площадь будем гулять до собака я много по магазинам не нахожусь но все таки вот давайте посмотрим какие тут платьюшки вот этот магазин здесь продаются платья для пред первого причастия свадеб все такие красивые видите туфельки все 150 вот это симпатичная правда я люблю такой фасончик ты-то вот уже более такое длинная длинная а вот черная это не очень тоже симпатичная вот так немножко вам экскурсии по городу пойдемте туда сходим сюда может кого встречу вчера в двоих встретила сегодня может быть тоже кого встречу самый прикол он мне знаете я ему сейчас звоню он не зовет по фамилии как всегда или на ой смешно ой хоть говорю хоть как зови мне какая разница а вот обуви немножко покажет хороший магазин дорогой какие-то вот эти сандалии 25 евро стоит пляжный вариант кроссовки всякого разного тоже где-то наверное евро сто с лишним там видите 125 евро вот эти ничего себя не представляющие вот эти классные ведь какие-то двадцать пять евро симпатичные я как сорока все что блестит это для меня тоже наверное а нет не мужские 109 смотрите вот все блестит блестите иду блестит подхожу блестит а это саппу а вот летний вариант эти симпатичные 60 евро ну вот так вам немножко показала обуви биржка кико полиция заварила себе чай но это вот с этим и бискус какой-то монтирую и благодаря монтажу скажем так я вспомнила вернее увидела что я купила чарли по таблетку я ему сейчас дала я ему обычно даю знаете как сырочком сырки такие треугольники есть плавленные я туда ему зак закатаю правда таблетка здоровая наверно пол пальца вот и он ее так как сырок мягкий он его проглатывает но что-то я посмотрела меня в холодильнике оказывается его нету и пришлось ему открыть пасть и пальцем туда да пальцем тебе дала туда залезла да залезла скажи мама в рот тебе моему в рот залезла вот ну что ничего страшного подумаешь один раз всего да я уже как видите умылась наложила всякие ночные крема ну в принципе всякие я под глаза и и тут ну все как обычно уход как у всех умывалка тоник и крема постель себе делает постель у меня муж всегда спрашивает почему он так себе делать почему он там все время что-то там ну так лапами скрежет я курну ты когда ложишься ты же тоже наверное подушку взбиваешь и одеяло кладешь ровно вот и он себе готовит постель чтобы ему было удобно да чарли да скажи что я дурак что ли чтобы ему удобно было на всех этих скоро мы эти одеяло все попрячем и будем без одеяла лежать а то сейчас ложишься но сейчас уже нет сейчас уже тепло буквально недели две назад ложишься блин в теплой пижаме еще и сверху вот этот плед тоже он теплый у меня кстати его надо постирать уже понюхал такая надо постирать уже я все на запах я вообще не люблю плохие запахи мне когда от кого-то плохо пахнет прям мне мне хоть куда бежи караул вот не знаю не люблю плохие запахи поэтому мне одежда и все остальное должно быть чисто я уже много раз говорила у меня может быть лежать пыль но чтобы у меня была одежда и все остальное там все должно от меня должно пахнуть хорошо вот ладно я отвлеклась уже от темы завтра пятница развратница завтра у меня полный рабочий день может быть завтра уже начнут страстной недели готовится скорее всего и начнут потому что уже же воскресенье праздник так что буду прощаться с вами до завтра в общем мы поживем увидим что у нас и как завтра будет а пока всем спокойной ночи или доброго дня и до завтра пока пока